Говорит Черкесск Доброе утро! Сегодня 2 февраля, четверг. В студии с главными новостями Республики у Марти Киев. Официальная хроника. Правительство России распределило субсидии в размере 10 миллиардов 600 миллионов рублей между бюджетами 38 регионов на создание и модернизацию объектов агропомышленного комплекса. Из семи регионов Южного и Северокавказского федеральных округов, попавших в список, наибольшая сумма выделена Чечне – более 1 миллиарда. Карачаево-Черкесия получит 30 миллионов рублей. Финансовые средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропомышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. В эти дни Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Вместе с руководителем республики Рашидом Тимрезовым они осмотрели туристические объекты всесезонного курорта Архез. Федеральный министр побывал в туристическом поселке Романтик, где в настоящее время введены в эксплуатацию более 40 объектов инженерно-коммунальной и горнолыжной инфраструктуры, в том числе почти 15 километров горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. Инвесторами также введены в эксплуатацию гостиничные объекты на 418 мест размещения. Министр отметил, что внимательно следит за развитием курорта, поддерживает все новшества, которые расширяют сферу услуг на Архезе, среди которых в этом году можно выделить парковочную и прогулочную зоны и новый ресторанный комплекс. И в продолжение этой темы. В период 2017-2019 годов планируется дальнейшее развитие всесезонного туристко-рекреационного комплекса Архез. Уже завершено проектирование объектов северного склона и горнолыжной инфраструктуры туристической деревни Романтик. Планируется приступить к строительно-монтажным работам. На североориентированном склоне Романтика также предполагается строительство почти 11 тысяч километров горнолыжных трасс, канатной дороги гондольного типа с несколькими промежуточными станциями. В туристической деревне Лунная Поляна планируется построить канатную дорогу кресельного типа для расширения зоны катания для новичков. Ожидается, что к 2021 году на Архезе будет построено более 32 километров горнолыжных трасс, 5 подъемников и 3600 мест размещения в двух туристических деревнях. Минэкономразвитие Карачаева-Черкесии увеличило до 70 миллионов рублей капитализацию фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства республики. По словам министра регионального Минэкономразвития Алина Кохова, это даст возможность сократить очередь на получение займов, предоставляемых субъектам малого и среднего бизнеса, а также увеличить оборачиваемость средств фонда. Али Харонович также отметил, что ведомство планирует увеличить и капитализацию гарантийного фонда Карачаева-Черкесии, уставной капитал которого в настоящее время составляет около 140 миллионов рублей. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. К другим новостям. Передвижная мобильная клиентская служба отделения Пенсионного фонда России по Карачаевой-Черкесии в этом году продолжает свою работу. Уже на февраль запланировано 10 маршрутов. Во время визитов мобильной клиентской службы граждане получают возможность решить свои вопросы в пределах собственного аула, села или поселка. Мобильный офис ориентирован прежде всего на тех, кто не имеет возможности прийти или приехать в районное управление Пенсионного фонда по состоянию здоровья или в силу возраста, а также на жителей отдаленных населенных пунктов. По итогам работы за прошлый год Карачаевой-Черкесский филиал «Русгидро» выработал почти 90 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В прошлом году станция не работала с июня по октябрь в связи с проведением строительных работ на напорном тракте ГСГС. Программы ремонта в комплексной модернизации за прошлый год в филиале выполнили на общую сумму 193 миллиона рублей. Из них на ремонтные работы направлено почти 35 миллионов. На работы по техническому перевооружению и реконструкции оборудования более 158 миллионов рублей. И в продолжение этой темы. За 2016 год Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» перечислил в бюджеты 115 миллионов рублей налогов, в том числе в федеральный бюджет почти 25 миллионов, в республиканский более 44,5 миллионов, а в внебюджетные фонды 45,5 миллионов рублей. На базе общеобразовательной гимназии номер 5 Черкеска стартовал зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». До конца февраля в мероприятии примут участие 140 человек, самому младшему из зарегистрированных участников 6 лет, а старшему 43 года. Первыми начались испытания для младшей категории участников в возрасте 6-8 лет и 9-10 лет. В программе состязаний – челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивания на низкой и высокой перекладине, прыжки в длину и с места двумя ногами, а также метание мяча в цель и проверка на гибкость. С 4 февраля в Манеже на стадионе «Нарт» начнутся первые испытания для участников возрасте от 11 до 12 лет. Вести из правоохранительных органов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории республики в полном объеме работает система фото- и видеофиксации. До сегодняшнего дня система работала в тестовом режиме. На аварийно-опасных участках автомобильных дорог Карачаева-Черкесии в прошлом году в рамках создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было принято решение установить 30 стационарных автомобильных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Житель аула Кошхабль Хабейского района приговорен к 10 годам за убийство учителя. Напомним, преступление было совершено в апреле 2015 года, когда обвиняемый расстрелял учителя ОБЖ Кошхабльской общеобразовательной школы. Причиной убийства стало замечание, сделанное педагогом ученику 5 класса. и отстранение его от спортивных занятий. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. И о спорте. Во дворце спорта Олимп Карачаевска с 3 по 5 февраля 2017 года пройдет первенство Карачаева-Черкесии по вольной борьбе среди юноши. По результатам турнира будет укомплектована сборная республики по вольной борьбе для участия в первенстве Северокавказского федерального округа, который пройдет в начале марта текущего года. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – минус 1, минус 6. На дорогах местами снежный накат, гололедица. В горах – минус 6, минус 11. Слабая лавина-опасность. В Черкесии без осадков ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра опустится до 3 градусов. Это были вести Карачаева-Черкесии. Выпуск провел у Марти Киев. Я с вами прощаюсь. Далее наш эфир продолжит информационно-музыкальная программа радио Карачаева-Черкесии «Республика». Всего доброго и оставайтесь с нами.